Да, сегодня я хочу рассказать про свой опыт создания достаточно навороченных CGM, которые мне понадобились в проектах, ну в реальных больших проектах. И там название снизу, подпись именно так, как в программе стоит, я подумал, надо какое-нибудь более такое яркое название и вот придумал такое. Mira плюс Airtable – союз на облаках. Немножко о себе и занимаюсь сам User Experience 20 лет или даже больше, я не знаю, ты, Платон, сколько пишешь? 20 лет или 20? Я начал с 2000 года. Ну да, тоже в 2000 году. И последние несколько лет стараюсь делать как можно больше проектов из области Customer Experience, где как раз CGM – это, конечно, главный инструмент. И я поэтому не буду рассказывать, что это такое и так далее. Я думаю, никому это не интересно. Все уже знают точнее. Всем интересно, но все знают. И правда сейчас под CGM начинают называть все, что угодно. То есть классические описания процесса, как пользователь авторизуется на сайте, многие называют CGM. Ну, просто, видимо, потому что это такой достаточно длительный процесс, который можно рисовать в его схеме. Схема и можно также разбить на этапы. И внешне это будет действительно похоже на CGM. В моем понимании CGM все-таки такая штука, которая над продуктом. То есть это надпродуктовая история. И продукт только лишь может быть одним шагом внутри этого CGM. То есть в этом отличие от действительно более древних подходов, именно подход CGM. Типичная история, как в любой компании начинают использовать CGM, это, как правило, насмотревшись каких-нибудь там ютубов или еще чего-то, руководство говорит, так, мы сегодня начнем делать CGM, давайте найдем, кто будет это делать. Как правило, где-то в маркетинге находят такого человека и говорят, теперь ты будешь делать CGM. Или бывает второй вариант, когда партизанский метод, когда появляется какой-то специалист, которому тема понравилась, он начинает пробовать его, это вдохновляет, и он пытается тоже сделать такой CGM. Но, как правило, первый и второй подход заканчиваются чем-то очень простым и примитивным, как правило, вязнет внутри корпорации, ну потому что, на самом деле, чтобы делать хорошие карты, нужно и использовать их. Нужно очень много поменять в компании, то есть нужно поменять культуру компании. Никто не хочет менять культуру компании, тем более под какой-то инструмент. Поэтому здесь, как правило, на первых этапах неплохо работают самые простые карты, ну вот как, например, самый типичный первый шаг любой компании, это вообще выяснить, а какие у нас точки контакта есть, какие точки контакта есть у клиентов, да, у наших клиентов. А также давайте найдем еще заодно там какие-нибудь барьеры и давайте их улучшим. Как правило, при таком подходе удается только найти какие-то простые достаточно барьеры, то есть типа низковисящие плоды. Ну, любой компании практически, если она никогда не занималась, не делала такое упражнение, почти всегда найдутся какие-то точки контакта, на которые никто не обращал внимания, никто их не видел или знает кто-то о них, но на руководстве они об этом вообще не знают. Плюс есть какие-нибудь партизанские точки контакта, например, какой-нибудь закрытый форум, где сидят все лидеры мнений, но в компании этого не видят, и, соответственно, обнаружить такую точку контакта, это многого стоит. Это означает, что вы увидите либо каких-то ярых фанатов ваших, либо, наоборот, хейтеров. Это, конечно, многое даст, обнаружение такой точки контакта очень многое даст, для того, чтобы как-то изменить продукт. Ну, вот типичный пример такой. Есть Станислав Хрусталев, я с ним дружу. Он создал много таких гигантских карт, которые выложил на своем сайте. И там, да, старый подход, да, и все он делает мира, как и большинство компаний. Например, лет года четыре назад, наверное, была такая большая встреча по CGM, и там было анкетирование, кто в чем делает эти CGM. Оказалось, что 80-90%, сейчас не помню, где-то в этом промежутке, людей делают CGM мира, то есть мира действительно какая-то царица CGM. Ю-экспрессия. А? Ю-экспрессия. Да, ну, ю-экспрессия есть, он как бы с того времени прибавил, но, тем не менее, его мало знают, он скорее за рубежом известен. Вот типичный CGM, который выкладывает Станислав у себя на сайте, он там выложил штук 5 или 7, например, там весь опыт клиента, который пришел в Ашан. Или вот, например, да, как вариант, уже видео прямо записал, и я сразу по ходу буду комментировать, что не так с этим CGM. Так, я тут хочу иногда паузу ставить. Ну, вот смотрите, так примерно выглядит он в целом, такой CGM. Очень много всего. Например, сверху идут описания сценариев и с барьерами. Посередине идут какие-то решения, а внизу все скриншоты, которые он снял по ходу движения клиента, гипотетического клиента по этому пути. А также все, например, когда он в Ашан приехал, шел, то сфотографировал все. Там просто гигантское количество информации, какое только может быть. Но здесь много проблем с такими картами. Я у себя на курсе рассказываю, как делать не надо, когда показываю эту карту, и Станиславу тоже про это говорю. Но первая проблема в том, что она совершенно не сфокусирована. Это такой Титаник, который, скорее всего, утонет. Почему? Потому что это как бы обо всем, значит ни о чем. Любой CGM, в первую очередь, должен быть сфокусирован под какие-то цели. Зачем мы его создаем? Я сам делал такие ошибки, я сделал такие карты. И, во-первых, там просто огромное количество информации, и я увязнул просто по времени. То есть вместо того, чтобы сделать все за месяц максимум, я там два-три месяца на это тратил. Во-вторых, поддерживать ее, изменять очень сложно. Мне в какой-то момент я понял, что мне на английский язык надо перевести. Кучу времени на это убью. Потом понял, что когда я перевожу, конвертирую это как в задачи, я сейчас, не знаю, немножко забегаю вперед, то формулировки слишком короткие были, поверхностные какие-то. Надо их углублять. В общем, это кошмар делать так. Так, перебежал, еще раз запущу. Да, то есть вот в этом проблема в том, что она слишком большая, слишком много всего и несфокусированная. Дальше, что у нас, какие у нас проблемы есть? Здесь, смотрите, как я уже сказал, сверху описание барьеров, в середине там решение, да, например. И эти, на самом деле, решения и барьеры никак не связаны между собой. То есть лежит пачка проблем, лежит пачка решений. А как они связаны, непонятно. В мире, в принципе, можно ставить ссылки, вот там как раз такие вот шорткаты, стрелочки, это ссылки, если кликнешь на нее, то переход происходит. Но они не двухсторонние, то есть если я перешел из одного, знаете, огромной карты, я из такого фрагмента перешел в другой фрагмент, обратно я только вручную могу перейти. Ужасно неудобно, потому что нет обратной ссылки. То есть тут много всего. Так, дальше поеду. То есть простые задачи какие-то можно делать. Как правило, это простые задачи, когда, например, я нашел 10 проблем, я нашел 10 решений. Вот, пожалуйста, все. Как правило, это как раз, как я сказал на первых этапах, низковисляющие плоды, что-то такое очевидное, но до чего, не знаю, раньше не обращали внимания, поэтому эти проблемы не решались. Если я сформулировал, то вот что можно, кроме этих простых задач, бывает гораздо сложнее. Ну, например, у меня был большой проект, который я дальше вам буду показывать. Там была задача улучшить программу лояльности. То есть не выявить там все точки контакта, не выявить все проблемы, а что-то более комплексное. Попытаться понять, что с программой лояльности не так, а также найти способы, там была уже частная такая задача, это понять, как можно зацепить клиентов, чтобы они больше транзачили внутри банка. Ну, то есть больше тратили по карте. Например, пришел человек за кредитом, и он этой карточкой не пользуется как для оплаты повседневной своей деятельности в магазине, еще где-то. Он фактически только для того, чтобы туда снять деньги и закинуть денег. Все, только для этого. Соответственно, задача более сложная. Или решить какие-то скомплексные проблемы, о которых все знают. То есть здесь, когда вы их опишите на карте, то мало дадите вашим стейхолдерам, потому что они и так об этом знают. Скорее надо понять, а как можно эту проблему начать решать. Предположим, у меня была такая проблема, когда были бухгалтеры с двух сторон, то есть со стороны компании, которая представляет услуги, и с другой стороны. И они постоянно косячили, постоянно что-то там путали и так далее, и уходила куча времени. А так как это деньги еще, да, бухгалтеры, связанные с деньгами, то все нервничали, бесились и так далее. Я знаю, что потом, когда эту проблему озвучили и стали думать, как ее решить, сделали просто серию вечеринок для этих бухгалтеров обеих сторон. Эти бухгалтеры друг друга увидели в живьем, выпили вина, что еще покрепче, и, соответственно, стало гораздо все лучше. То есть они стали видеть, кому они делают плохо, кому делают больно. Я боюсь, что там могло обойтись без разобития. Вполне могло быть такое. То есть иногда проблемы настолько бывают серьезные, что может дойти до этого. Или, например, у меня был разработать новую стратегию коммуникации. Тоже здесь уже нетривиально. Это не найти парьера, а потом решение. Нет, что-то более сложное. Или создать продукт-услугу с нуля. Или какая-то там глубокая перестройка, переделка продукта, то же самое. Или реализовать лучший клиентский опыт. Тоже такая может быть задача. Вот пример моей карты из вот этого банковского проекта. Она большая тоже достаточно. Тоже тут паузу поставлю где-то. То есть вот тут на самом деле три карты. Это как раз связано с программой лояльности, я вам рассказывал. То есть три карты. Тут было много проблем, как разбить весь опыт клиента на счетное количество карт. Потому что понятно, что банки, как, кстати, Ярослав сказал, это такая большая очень услуга, где куча-куча разных клиентов. По персонажам их как-то сложно разбить. По Jobs We Done как бы лучше. И тут, кстати, скажу про Ярослав Убежал уже, но потом ему тоже лично это скажу, чтобы не было такого, что за глаза ему говорю. На самом деле надо комбинировать оба подхода, и персонажей, и Jobs We Done. Например, представьте себе тот же человек, который решил поесть. Вроде бы как контекст одинаковый, все хотят поесть. Но возьмите вегетарианца. Да он, если там не будет вегетарианской еды, он и есть не будет даже. То есть ситуация одна и та же, но люди по-разному себя ведут в этой ситуации. Поэтому личность человека тоже очень важна. И самый лучший подход действительно комбинирование. И есть такое, мне очень понравится, Костя Ефимов ввел такое понятие, как давление ситуации. Если давление ситуации сильное, то люди ведут себя более-менее одинаково. Ну, например, мы все нервничаем в очерезях, не любим в очерезях стоять. Мы ненавидим заполнять формы. Здесь, если действительно, да еще и у нас ограничения по времени есть, мы все себя будем вести одинаково. Но если ограничений по времени нет, если вообще ограничений минимум, то тут раскрываются все наши индивидуальные, социокультурные или персональные все разнообразия. Например, там очень многое может повлиять, может все, что связано с мировоззрением. То есть тоже вегетарианцы, да, те же вегетарианцы. Если какие-то принципы есть у людей, они не будут там действовать так или иначе. Это дискуссия опять ватники или не ватники, да, тоже люди совершенно получают одну и ту же информацию, совершенно по-разному ее интерпретируют. Поэтому это тоже очень важно. Не всегда все можно загнать в контекст и этим быть удовлетворенным. Так, это я немножко дополнил доклад Ярослава. Вот, здесь, смотрите, те же самые проблемы, что были у Станислава. То есть здесь также все барьеры, они в кучке, все решения в другой кучке. Вот внизу, в нижней части, здесь я пытался как раз решение проблем отдельно вот так вот выписать и поставил ссылки на них. То есть если кликнуть на барьер, то потом я перехожу в решение барьера. Вот сейчас я как раз покажу этот сценарий. Видите, тут расписал какие-то блок-схемы, пытался показать не линейные какие-то взаимодействия, а какие-то более сложные процессы. То есть все, что у Ярослава, в принципе, у меня тоже здесь все эти проблемы есть. Единственное, что нет, это то, что карты были очень четко сфокусированы. То есть было понятно, почему я выбрал этот формат, почему именно так выглядит карта. Все это как раз определялось целями, которые я вместе со стейкхолдерами, мы поставили друг перед другом. Вот тут как раз сейчас переход, по-моему, будет. Да, вот я нажму как раз на эту стрелочку и перейду в другое место. Вот раз, то есть вот там как раз какие-то решения есть. Короче, мне стало не хватать мира, очень сильно стало не хватать. Клево здесь то, что все в контексте, то есть каждая карточка связана с другими карточками. Я вижу любую надпись, любой там барьер, все это внутри контекста. Это очень классно, то есть все наглядно и так далее. Да, то есть мира, смотрите, я не могу свободно манипулировать данными. То есть я не могу быстро отсортировать, отфильтровать, перейтизировать. Я не могу нормально связывать стикеры между собой. Также я обнаружил, например, что если я для заказчика хочу сделать как бы свою версию карты, скопировать ее, то все ссылки слетают. Точнее не слетают, а при нажатии на ссылку я перехожу на другую доску, на свою, на оригинальную, что в общем-то я не хотел делать, потому что моя версия доски была такая черновая, там очень много лишнего было, для заказчика как бы ее обрезал. Так вот, копипаста, оказывается, в данном случае не работает. Ссылки ведут, как я сказал, на старую доску. Я не могу связывать стикер сразу с несколькими. А у меня же могут быть ассоциации какие-то сложные. Например, какое-то решение может решать сразу несколько барьеров, несколько проблем. И вот такие множественные ссылки я тоже не могу делать. Я не могу приоритетизировать, фильтровать, сортировать. Также он вообще не точный для задания. Представьте себе, когда вы заполняете стикерами что-то, то все надписи достаточно краткие и сжатые. Почему? Потому что вы в стикер не засунете что-то сложное, большое. А если вы хотите распечатать или там отослать кому-то другому, то понятно, что если я буду писать максимально все точно, то читать такую меру, эту доску будет очень сложно, потому что стикеры не годятся для каких-то больших сложных описаний. Поэтому нужна база данных. База данных я стал искать, какие есть. Один из вариантов – Airtable. Это такая, знаете, база данных человеческим лицом. Ребята, которые ее делали, они старались сделать так, чтобы она была максимально классным интерфейсом. Там действительно вау-интерфейсы. Там все можно в один-два клика делать. Очень круто. Но для этого надо было конвертировать, конечно, мир в Airtable. Конвертация там простая, через Excel. То есть я просто беру, выделяю все карточки, кидаю в Excel, к drag-and-dropам. Потом в Excel, Excel-овскую таблицу я импортирую в мира и все. Таким образом я импереношу эти данные. То есть достаточно просто это делается. Смотрите, ну да, это настоящая база данных. Там можно посмотреть структуру этой базы данных. Хотя там создать вот эту базу гораздо проще, чем в каком-нибудь акцессе из аналогов предыдущего поколения баз данных. Это, наверное, акцесс. Но там в акцессе надо рисовать схемы базы данных, связи между таблицами. Тут ничего этого делать не надо. Все связи появляются сами по себе. То есть когда вы связываете там карточки, у вас появляются связи. Вот выглядит так примерный экран. И это вот из этого же реального проекта. То есть, как я сказал, я перенес все данные из мира в Airtable. Что здесь у нас есть? Ну, есть, смотрите, таблицы этапы. То есть я вот эти вот этапы, которые есть, вот эти точки касания, сгруппированные там, какие-то более крупные этапы, я создал специально такую таблицу. То есть здесь вот есть первое, как бы слева у меня как раз, я как сказал, у меня три там CJM, вот первый CJM и РКО, расчет на кассу обслуживания. То есть это просто использование карты. Потом идет там этап, подэтап, и тут какая-то еще дополнительная информация. Следующее – это проблемы. То есть какие проблемы мы вообще обнаружили. Тоже в виде, каждая проблема в виде отдельной строчки. Смотрите, там, помните, в мира просто карточка, и внутри нее записана проблема. Когда вы переносите эти карточки в Airtable, то мы теряем контекст. То есть мы уже не видим, где это находится, да, карточка. Соответственно, нужно его воссоздать, этот контекст. То есть описать эту проблему уже более детально. Плюс еще полезно заголовок сделать, чтобы быстро можно было вспоминать, где у меня что находится. Соответственно, я многие вот тексты карточек, в основном стикеров, я поместил в первую колонку названия проблемы. Ну, такое краткое описание. А дальше детальное. То есть я специально, дополнительно описал в виде таких длительных текстов. Для того, для чего это нужно, чтобы, если, например, отправлю эту таблицу кому-то другому, чтобы он мог понять, что там, о чем это вообще, да, то есть чтобы весь контекст был здесь. Дальше у меня есть барьеры, то есть барьеры, с которыми, да, я столкнулся и столкнулись респонденты. Соответственно, тоже здесь есть. И здесь то же самое. Отдельная колонка, краткое описание. Здесь это пропало. Есть длинное описание. То есть короткое. То есть везде я сделал вместо, грубо говоря, одной колонки две названия карточки и что там происходит. Дальше решение есть отдельная таблица. И что еще клевое, этого не было в CGM. Я туда прямо еще и цитаты запихнул. Цитаты респондентов. То есть я поднял изначальные там расшифровки все и запихнул их сюда. Получилась такая непрерывная цепочка. Например, мой стейкхолдер смотрит решение, формулировку и решение проблемы. Он может посмотреть, а какие барьеры при этом решаются, то есть пойти на следующий уровень, то есть как бы опуститься вниз. А когда он читает барьер, он может опуститься еще ниже, прочитать реальную цитату из реального интервью с респондентом. Соответственно появляется вот такая вот обоснованность. У меня решение, значит, обосновано проблемами, а проблема обоснована цитатами и наблюдениями, фактами, которые я обнаружил во время интервью и так далее. То есть такая трехэтажная структура получилась. Также в Airtable можно классно все фильтровать, группировать, делать представления и все это на лету. Тоже очень круто. То есть вот у меня, видите, вот здесь есть отсортированное по двум полям, то есть значит я вот эту вот всю таблицу отсортировал каким-то образом. Дальше я могу, смотрите, сгруппировать, то есть вот тут все барьеры сгруппированы по блокирующей сначала идут, потом второй уровень идет и так далее. То есть сначала, например, идут все блокирующие, то есть какие-то самые злобные проблемы, потом как бы такие мажорные проблемы, темы тоже очень серьезные, потом минорные и потом какие-то такие косметические, которые фактически касаются какой-то косметики, которые мало чего как бы дадут, если мы их исправим. Дальше есть представления классные, то есть я могу вот этот набор сортировки, группировки, фильтры, я могу их комбинировать и обзывать. То есть в данном случае я создал представление, называется решение-воркшоп. То есть для чего я это сделал? Для того, чтобы провести Zoom-встречу, пригласить туда представителей стейхолдера, и мы вместе прошлись по самым-самым злобным, что у меня? Так, здесь у меня решение, по самым важным решениям, которые получили. То есть тактические решения и тактические. Там еще у меня третий уровень, четвертый есть, по ним мы в принципе времени тратили, так как я потом это отдавал клиенту, то у меня надежда была, что они поняли, как с этим работать, и уже дальше по таким минорным решениям они уже сами бы разобрались, сами бы поработали над ними. Но мы именно прошлись по самым-самым вот этим важным. То есть видите, причем там переключение этих представлений в два клика. Открыть список представлений и кликнуть. Все, очень круто сделано. Так, дальше мы можем, очень важно, связывать записи в разных таблицах. Для чего это нужно? И причем многое ко многим. Что это значит? Это означает, что смотрите, у меня есть проблема какая-то, вот есть сложные условия программы лояльности. Здесь идет описание, и вот я вижу, какие решения я придумал на эту проблему. Ну я там, мы с командой придумали, да? Рубли, место баллов, мощный отбординг и так далее. Можно кликнуть и посмотреть прямо уже в деталях. То есть получается у меня одна проблема, и для этой проблемы мы придумали четыре решения. Видите, да? Вот, клево. То есть я вижу, да? Я могу такие делать, не знаю, там, когда я концентрируюсь на чем-то, например, если я отсортирую все проблемы по самым важным, я могу это тут же вывести, не знаю, там, сделать сводную таблицу, где увидеть все решения, которые мы решаем этим, вернее, да, все решения для этой проблемы. То очень это удобно. Опять же, удобно для воркшопов, для встреч, для того, чтобы вспомнить быстренько и так далее. А вот обратная ситуация. У меня есть решение. Вот. Там у ребят плохо было, ну, у клиентов у многих два сайта номер один, сравнирую и банкиру. Там, где кредиты люди ищут, депозиты и так далее. Соответственно, наш банк был очень плохо представлен на этих двух сайтах, и нужно было с этим как-то решить проблему. И вот, опять же, я могу кликнуть и посмотреть. Ага, оказывается, для того, чтобы это решение сделать, у меня, вернее, это решение, оно покроет две проблемы. То есть я могу смотреть, у меня может быть так, что, например, какая-то проблема, она решается несколькими решениями, да? То есть вот тут получается много ко многим. У меня получается, что и одна проблема может быть ассоциирована с несколькими решениями, и одно решение тоже может быть ассоциировано с несколькими проблемами. Все это в мере невозможно отобразить абсолютно. Здесь все это есть и очень круто. Дальше там, конечно, есть интеграция с другими инструментами, автоматизация. То есть, например, мы в какой-то момент, ну это банк, они очень любят отчеты, и мы просто с помощью этой штуки сделали шаблон, изгенерировали просто там многостраничный документ, где все, что вы видели, все упаковали просто в вардовский документ, потом в PDF, эту PDF отдали в банк. То есть, причем мы вообще не мучились, просто сделали какой-то такой шаблон и сгенерировали. Это заняло очень мало времени. И то же самое можно сделать в такие вот матрицы, где делать интересно такие, разбивать все по квадрантам. То есть, вот смотрите, есть у нас решение тратические, тактические реализации. Есть проблемы там, блокирующие, высокие. Мы можем смотреть на такие пересечения, да, и видеть различные, появляются у нас новые интересные информации. То есть, мы можем по двум-трем параметрам вот так вот сортировать на двухмерном плоскости, и таким образом, не знаю, сначала, предположим, реализовывать те решения, которые касаются самых больших проблем. Но при этом эти решения тоже являются хороши с точки зрения эффекта, который будет после того, как мы их внедрим. То есть, много факторов на такой анализ можем делать и видеть, как все это выглядит, и за что браться сейчас, за что можно браться потом. То есть, делать такую тонкую приоритизацию. Опять же, в мире это сложно такое сделать. Там надо все глазами смотреть. Это практически невозможно. Да, ну, конечно, комментирование здесь тоже есть. Можно по любой записи вести целые такие вот треды общения с клиентом. И здесь мы с клиентом действительно. Я потом в какой-то момент увидел, что клиент уже не стейхолдер. Они, видимо, кого-то наняли, ну, вернее, не наняли, а кто-то там из сотрудников стал заходить к нам в таблицу и активно там какие-то загадочные метки делать, видимо, для себя. Скорее всего, потом по этим меткам они отсортировали себе, экспортировали и что-то сделали с этим. Да, ну и самое важное, как это потом сконвертировать задачи. То есть, вот смотрите, в представлениях, среди представлений есть еще крутое, канбан прям. Вот, пожалуйста, я сделал канбан, все разложилось автоматически, я ничего не делал. Я просто выбрал представление канбан, и вот, пожалуйста, у меня в работу, поработать, отказать. То есть, часть, например, каких-то решений, ну, мы как раз на вот этих воршопах, мы решили, что вообще не трогать, да, не трогать. Вот, например, и так в компании уже знают об этой проблеме, они уже над ней работают, соответственно, сейчас мы трогать не будем, потому что будет уже какой-то новый совсем вариант, и тот, может быть, мой седжем, который я сделал, он уже не очень актуален, и поэтому трогать мы не будем. Вот, канбан круто. Ну и да, да, есть экспорт, конечно же, вот как раз здесь есть приложение, аппликация, и вот здесь есть, так, там, вот, отправить в Slack. То есть, можно отправить записи в Slack. Соответственно, у многих людей Slack – это такой центральный диспетчерский пункт, там все Jira и прочие, все на него завязаны, соответственно, идет по обе стороны, идет информация, и, соответственно, в Jira может появиться запись через Slack. Но есть также и прямая экспорт в Jira. Вот, пожалуйста, Jira Cloud, можно прямо тоже генерировать задачи в Jira, и там двухуровневая интеграция, соответственно, если что-то в Jira поменялось, то здесь тоже поменяется. Опять же, мир такой не умеет, хотя в мире очень много всяких интеграций, в том числе есть интеграция с R-table, но она пока, ну, на тот момент, когда это делала, она плохо работала, поэтому я просто перенос через Excel это сделал, вот эту интеграцию. Да, какие лайфхаки, что может быть сложное? Ну, я уже рассказал, что перенес через Excel, вот это то, что заголовки и описания пришлось сделать, более детальным, чтобы сохранить контекст. Также я пронумеровал все стикеры, то есть я когда вот начал переносить первый раз в R-table, потом понял, что мне иногда, когда вот эти формулировки, поменял формулировки внутри R-table, я захотел мира тоже исправить. Ну, если ты начинаешь работать с текстом, да, это трудно остановиться, и хочешь, чтобы мира тоже все было красиво. Соответственно, я сделал первую ошибку, что когда вот так вот перенес тупо, то я потерял как бы вот этот контекст, так как я тексты поменял, я потом мира, это трудно было мне найти изначальной карточки. Соответственно, я вернулся, снова потратил пару дней, в мира все карточки пронумеровал, причем с индексами типа P001, значит, это карточка проблемы 0.1, там R001, значит, карточка решения 0.1. Соответственно, через эти индексы я мог приходить в мира, находить нужные карточки, исправлять их как-то и так далее. То есть у меня появилась такая двойная интеграция, но такая, вручную. Но если бы не было индекса, то было бы плохо. Ну и тексты надо вычитывать, то есть тоже интересный такой, я обнаружил в нескольких проектах такой эффект, что то, что годится для мира, то, что годится для стикеров, совершенно не годится в базе данных. То есть мира, например, если вы там накосячили, сделали какие-то ошибки орфографические и прочее, все это нормально воспримут, потому что мир воспринимается как нечто, что люди быстренько сели, поделали-поделали и разбежались. То же самое, как если мы клеим это в оффлайне, в виде действительно реальной клеящейся карточки, никто там не будет жаловаться, что там есть орфографические ошибки. Никто не будет, потому что это как бы норма. Но когда переночишь базу данных, и там эти ошибки появляются, они как бельмо в глазу, то есть они начинают страшно раздражать. Опять же, потом выясняется, что у нас там где-то в третьем лице написано, где-то в первом лице, где-то таким падежом, другим падежом. То есть все это приходится потом выравнивать, потому что в базе данных совершенно по-другому выглядит. Там нужно, чтобы выглядело все чисто, красиво и приятно. Что мне еще не хватает из такой работы, это, конечно, двухтайон интеграции, мира и с Airtable. Я ребятам обязательно мира напишу, в Airtable тоже напишу. Хочется, чтобы я мог в мира продолжать что-то менять, потому что все-таки я не заменяю с помощью Airtable, не заменяю мира, я только дополняю. Потому что мир там весь контекст. Там все между собой очень классно, наглядно связано. Там есть опять же та информация, которую не переношу в Airtable. Я в Airtable только перевожу сухой остаток. То есть проблема решения, там что-то еще, вот эти цитаты я добавил. А в мира там еще и еще куча всего, там что-то в жоп-собедан сценарии у меня находится и так далее. Поэтому вот этого нет. Ну и чтобы такие продукты, как Airtable, были вообще приняты, люди к ним привыкли. У меня в одном проекте был такой сотрудник со стороны заказчика, который сказал, нет Airtable ни в коем случае, только Excel, только Hardcore. Соответственно, мне пришлось все перевести в Excel. Ну и в Excel там понятно, что все стало плохо. Мне пришлось какие-то мастер-узорные клеточки делать, чтобы там эти ссылки не пропали на другие таблицы. То есть пришлось повозиться. Так вот, так что такая вот мира плюс Airtable, очень круто. На самом деле, не обязательно Airtable только использовать. Я знаю, что в Notion тоже можно использовать. Теперь вот такие связи сложные. У меня сейчас проект один предстоит. Скорее всего, там в Airtable будем использовать. Там, если в Airtable самая главная сущность – это таблица, то в Airtable как бы это карточка. Но карточки находятся в таблицах, и одна и та же карточка может быть связана с кучей других карточек. В общем, проблем нет. Поэтому, кто привык к Notion, не обязательно переезжать в Airtable, только там делать. Я рассказал подход. Можно использовать любую базу данных, использовать из тех, что есть на рынке. Инструмент, конечно, это не самое важное. Вот. В принципе, все. Вопросы. Так, проверю, что из этого работает. Раз, два, три. Вот это, по-моему, работает. Раз, раз, раз. Кстати, насчет Notion. Мы тут очень сильно страдали, что он не умел в сводные таблицы. Месяц назад научился. Поэтому теперь можно все действительно перетаскивать в Notion. Еще раз спасибо большое за твою лекцию. Я, собственно, сидел в прошлом году, слушал тебя про CGM, когда ты приходил к нам в Ростелеком. Вот. И там тебя очень много вопросов позадавал. И сейчас у меня такой вот вопрос. Ты сказал про проблемы, которые отказать. И что у заказчика уже есть понимание этих проблем и того, как они хотят это решить. А не получится ли так, что внедрение той проблемы, которую они, собственно, хотят решить, за собой понесет каскад каких-то других действий из-за эффекта CGM, которую уже построили. Не нужно ли при учете понимания, куда они будут стремиться, перестраивать CGM? Конечно. Тут получается так, что это циклический процесс постоянный, как происходит в реальности, как нужно это внедрять, у кого так еще не происходит. CGM — это как бы рабочая такая карта просто на текущий момент. Соответственно, если мы что-то меняем, на CGM это должно обратно переноситься, то мы должны видеть все эти изменения. И кроме того, когда мы принимаем решение, придумываем, как решить ту или иную проблему, нам нужно найти всех этих специалистов, чтобы эти побочные эффекты тоже выявить, выловить их, чтобы не было так, что мы с помощью побочных эффектов, из-за побочных эффектов, убили просто то решение, что-то вылечили, ну как у больного, вылечили, но что-то покалечили у него. Такое легко может быть. Поэтому здесь, конечно, важно изменить культуру компании, чтобы вот все эти процессы, о которых я описал, они были естественными и там происходили. Чтобы никто не перетягивал одеялся на друга, чтобы был какой-то центр компетенции именно по опыту клиента. И он как раз и будет работать с картой и синхронизировать изменения как бы в одном месте. А нет в таком случае смысла делать две CGM — as is и to be? Да, конечно, as is to be должно быть. И когда мы, например, если мы внедрили что-то, то as is должна как бы догнать to be. То есть, в принципе, как вариант, думаю, такой может. Это уже конкретно, как это все реализовать. Я думаю, разные схемы, как это можно. Вот тут как раз может быть такое, что когда начнет все меняться, то обновление CGM может запаздывать за этим процессом. Это очень опасно, потому что как раз будут возникать, люди начнут что-то исправлять, что уже исправлено или что сейчас в процессе исправления. Но это неизбежно в крупных компаниях все время. Левая рука не знает, что делать правое. Опять же, здесь тот человек, который центр компетенции, является центром компетенции, он должен дружить со всеми отделами и знать, ну, не знаю, уши свои расставить, разложить, чтобы знать об изменении клиентского опыта вовремя. Спасибо большое. Еще вопросы? Здрасте. Вставать на? Да. Давайте я встану. Так привычнее. Ты рассказывал, показывал список jobs to be done кейсов, которые ты наресерчил. Вот такой вопрос. Иногда этот список вызывает у заказчика или у самой компании желание еще шире вызывать свой продукт, превращаться в комбайн. Эти кейсы на самом деле, они тянут один за собой, один другой, один другой. Как ты видишь этот баланс? Надо ли выписывать все jobs to be done кейсы или там выписать топ-5 и фокусировать там продукт на них? Понял. Ну, здесь все зависит от цели, опять же. То есть надо поделиться целями. Как правило, цели картирования, они производны от бизнес-целей. Ну, или от целей, не знаю, подразделений какого-то, да, на текущий момент. Вот, соответственно, под них выписываются цели картирования и уже под них все это делается. То есть лучше всегда делать именно четко сфокусированные карты, чтобы понимать, мы вообще достигли этой цели или нет. А фокус, маленький вопрос, фокус определяет бизнес или все-таки ты? Ну, я думаю, что здесь лучше рабочую группу какую-то делать, там как раз определять, что мы какие-то цели ставим. Спасибо. Там может быть какие-то цели нереалистичные. Например, может оказаться, что нет ресурсов, нету данных каких-то, да, чтобы эту цель сделать, чтобы закартировать. Такое часто бывает. Иногда приходится, прежде чем эту информацию собрать, не знаю, ТЗ создать для внутреннего IT, чтобы они эти данные начали собирать. Такое тоже бывает. Еще? Вопросы? А? Ты не показывал в реально время? Ну, нет, я так прокликал, но показал все. Хорошо, спасибо всем тогда. Ура! Секция закрыта. Ура! Ура! Ура!